здравствуйте всем я оксана и жизнь как она есть не бывает все гладко и конечно сегодня не планировала такое видео ну вообще не знала думаю буду снимать или не буду снимать потому что у нас эти дни очень загруженные у нас поступление птицы это вчера пришло это те что не влезли у меня в брудеры цыплята вернее не цыплята у нас было поступление гуся птицы сидят отсюда вчера уже шли продажи поэтому здесь их мало там тоже здесь все забито сидит это то что у нас вывелась вчера здесь была тоже полная клетка броулер это остатки что остались эти гуси да голос у меня сегодня совсем не радостный получается первый раз вот это первый раз за вот сколько мы держим хозяйство это более 15 лет у у нас произошла вот такая ситуация чп можно сказать видео я ставлю дальше сейчас совсем раннее утро ну и началось оно как бы не очень хорошо на улице у нас тепло у нас начала распускаться смородина ну и так лезет уже зелень зелень уже пошла клубнику я посадила вы видели вчера привезли мне малину и далее еще акацию и и эту облепиху посадила здесь облепиху привезли нам кучу ведер они всегда нужны вчера это акация посадила еще плющ у нас распустилась ну зазеленела яблонька как сказать яблонька она стоит как куст она ни разу не цвела ждем хотя бы чтобы были цветы черемуха и там смородина уже еще вчера нам привезли малину выкопали но мы здесь ее садить не будем мы повезем ее туда на отважный там вдоль забора посадим вдоль какого-нибудь заборов там заборов много утро 24 мая собака прям в теплице вот в общем видите чего произошло вот утка чем не знаю откуда эта собака взялась до собака породистая кто-то видать с улицы отпустил или сбежала вот еще вот так жалко обидно просто вот и до ужаса жалко адлеровская серебристая не знаю отойдет остался один петух оставили на породу и осталась одна курица цветной броллер 25 штук подавили ваня ваня сколько этот сейчас у мальчишки с михалычем убрали попросила посчитать что там у нас было цесарок 29 штук галашеек и этих рыжих 25 я уже сказала 19 уток бролера вот этих огромных которых здоровых а я с утра вышла понять не могу какая-то собака в ограде я ее не видела раньше теплицы были все закрыты потому что вечером я проверяла уже поздно в первом часу потому что на ночь у нас оставляя оставались вот здесь гусята в теплице и я думала как они ночью будет холодно не холодно и я еще вот вроде бы спать легла потом все равно я уже встала ночью зашла посмотрела у них все нормально было теплица была закрыта полностью а утром получается верхняя часть вот это открытая и когда я увидела собаку даже не сразу поняла когда только посмотрела что открытое окошко посмотрела и у меня чуть ли не плохо стало заглянула сюда потому что у индюков то здесь вообще открыто но высокая дверь и нет с индюками все нормально курятники у курятники и у кур тоже нормально все вот только эта теплица не успели мы все перевести на ферму вот что у нас не только могут быть хорошие новости вот бывает и такое конечно я вообще никогда не думаю что нас это коснется потому что многие покупатели которые вот приходят к нам бывает за сезон покупают несколько раз утят гусят потому что давят собаки мне всегда в этих ситуациях потому что знаю что они покупали у меня я всегда при этом могу сделать и скидку хозяину который вот идет ну для себя покупает честно скажу не делаю скидку хозяевам в собак которые добывают приходят и говорят что наша собака подавила и мы должны вот возместить жалко прям день сегодня как-то так начался и вот лежит несколько голов еще с той стороны но на вряд ли они отойдут ветвора бывает песок что-то там спрятался а почти всю кучу уже разгребли сейчас у нас отправочка будет мы приготовили коробки это пойдут дальше он там ваню бери пожалуйста кто таксист брать не захочет вот здесь 100 гусят и 50 цыплят не сушки пока не там вот так себя все замечательно они уже подросли вот такие транспортировочные коробки ой ну-ка давай обратно очень удобно позвонил такси сейчас уже едет машина до пришла по-моему ваня иди смотри только хотела поговорить да 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 у меня сегодня мироша и десенца пошел гулять внук еще у нас вон побежал да да маша пусть заедет наверно вань сейчас я отпущу и вернусь к вам коробки загрузим отправили мы гусь куранах дальше уже у нас вечер но нам еще сегодня ехать на ферму потому что нужно посадить малину с андрюшкой и скоро приедут за внуком ну и мы поедем ну значит случилась сегодня вот эта неприятность ну я уже говорила до этого что к таким вещам я наверное как-то отношусь философски ну вот наверное у меня такая теория что ли либо я себя успокаиваю и утешаю потому что пусть лучше это случилось вот с животными вот эта неприятность конечно жалко и свой труд и все остальное и затраты и это финансовые какие-то потери мяса мы потеряли очень много потому что эта птица уже оставалась для себя но с другой стороны что вот такие неприятности чаще всего отводят более тяжелые неприятности ну я так считаю поэтому к вечеру я уже успокоилась вот вот главное что мы все живы-здоровы что у нас все хорошо ну а все остальное это дело ну доживное все это восполнится единственное что в этом году утки уже не будет ну значит мы оставим гуся а ну так все нормально ну так все нормально и в этом году в общем то вот а вот вот